Сосредоточенные лица, максимальная концентрация внимания. Юные спортсмены стараются уловить каждое слово педагогов. За многими следил сейчас, и я видел следующее. То есть обыкновенный толчок вы делаете просто руками. Не всем ребятам плавные танцевальные движения даются с легкостью. Но каждый из них готов преодолевать все трудности, работать над собой. Только так можно добиться больших высот. Именно большая работа над собой привела Дмитрия и Юлию к победе в чемпионате России. Дмитрий Рылов и Юлия Курочкина победители чемпионата России по танцам на колясках. Сегодня они приехали в Череповец, чтобы поделиться своим богатым опытом с нашими юными спортсменами. Начиная с сегодняшнего дня педагоги проведут серию мастер-классов, на которых будут рассказывать о новейших танцевальных техниках, которые актуальны сейчас на международном уровне. Владение коляска, владение взаимодействия с партнером, музыкальность какая-то, если кому-то на ухо наступил кто-то. В основном это будет владение коляска, владение телом. Потому что танцы на колясках – это все-таки вид спорта больше людей, кто на колясках. Они должны показать, что они не просто сели и покатали, а они должны показать, что они умеют. В любом случае, какая бы у них травма ни была. На мастер-класс пришли не только танцоры на колясках. Участие приняли и тренеры, и руководители ансамблей. Всегда есть к чему учиться, всегда есть к чему стремиться. Тем более коллектив ступеней сейчас расширился, обмолодился. И, конечно, нам очень важна тема взаимодействия в паре. То есть именно за этим мы пришли. Повысить технику владения коляской, поставить ребят в пары. Мастер-классы пройдут с 10 по 19 декабря в реабилитационном центре «Преодоление». Проводит их Межрегиональная федерация спортивных танцев на колясках. В Череповец они приехали уже во второй раз и не смогли не отметить, как вырос этот вид спорта в нашем городе. На самом деле прогресс огромный. После 2019 года у вас появился просто чемпион России. Это Илья Гладкий. И на самом деле, если всё будет продолжаться, так как продолжается, мы делаем очень большие ставки на него и на мировых паркетах. Не только Илья, и пары из ступеней были у нас на паркете, заняли бронзу, получили. Напомним, танцевальный коллектив под руководством Сергея Бенды, в котором занимается Илья Гладких, некоторое время назад лишился специальных танцевальных колясок. Тренер организовал сбор, чтобы обеспечить ребят необходимым. Горожане активно помогали, и вот у Ильи появилась долгожданная коляска. Сегодня он представил на ней свой новый номер. Тренера Ильи Сергея Бенду от лица Федерации спортивных танцев на колясках сегодня поздравили с днём рождения и поблагодарили за личный вклад в развитие этого спорта. Алена Колчина, Анатолий Холин. Новости.